Продолжение следует... Никогда не видит дневной свет и вообще никакой свет. Темнота там не просто властвует, она словно просачивается сквозь границы своей тюрьмы. Никто не знает, сколько места должно пробыть загороженным, чтобы приобрести это свойство, и каким условиям оно должно соответствовать. Однако такое встречается гораздо чаще, чем ты думаешь. Когда это случается в новых зданиях, жители часто утверждают, что даже в летнюю жару чувствуют холод, когда проходят мимо таких мест. Когда они подумывают о том, чтобы заглянуть туда, их охватывает неестественный страх, и они чуть ли не бегом покидают комнату. Что же происходит в этих забытых тайниках тьмы? Этого точно никто не знает. И хотя, как оказалось, во многих подобных углах ничего не было, некоторые храбрецы все же лишились рассудка, посмев бросить всего один взгляд. При столкновении с этим явлением безопаснее всего закрыть глаза, одним движением отодвинуть от угла препятствие и крепко держать то, что ты вытащишь наружу. Что бы ты ни слышал или ни чувствовал, не вставай, не оборачивайся и не пытайся прикрыть уши. И, может быть, тебе повезет. В промышленном районе Бирмингема, в Англии, есть маленькое незаметное здание под названием «Патрик Виллоузби и компания». Его двери заперты, а окна заколочены. Но каждый високосный год, 29 февраля, перед дверью ставят пластиковый контейнер с визитными карточками. На передней стороне карточки написаны большими буквами «Патрик Виллоузби и компания, английские специалисты по тауматургии». На задней стороне почти неразборчивым шрифтом написано «Кровь невенных». После полуночи каждый может подойти к Патрик Виллоузби и компании и просунуть карточку под дверь. Дверь тут же откроется. За ней находится пустая комната с белыми стенами. В комнату не проникает свет, если не считать маленькое сияние в противоположном конце комнаты. Подойдя поближе, ты увидишь, что это дверь в другую комнату. Когда ты постучишь в нее, голос спросит у тебя, что превозносит человека. Если в ответ ты скажешь слова, на задней стороне карточки дверь откроется, и ты попадешь в другую комнату. Внутри ты увидишь пятерых или больше курящих или пьющих бренди людей в костюмах начала 20 века. В комнате не ведется никаких разговоров и царит полная тишина, если не считать патефон, который все время играет одну и ту же пластинку. Если ты попытаешься с кем-то заговорить, тебя проигнорируют и будут вести себя так, будто тебя там нет. В южной стороне комнаты ты найдешь большой круглый стол, который немного отличается от остальных. На нем лежат перо и документ. В документе указана твоя личная информация. Имя, дата рождения, место жительства, судимости, твой самый большой страх и прочее. Внизу документа находится длинная черта, на которую надо поставить подпись. Никто точно не знает, что будет, если ты на ней подпишешься. Где-то в Китае есть дом, построенный через некоторое время после того, как первый император объединил страну. Дом построен в горах и долгое время был скрыт от человеческих глаз. Если ты остановишься в этом доме, ты заметишь нечто очень странное. Если сделать измерение, можно заметить, что внутри дом больше, чем снаружи. Сначала разница будет составлять полсантиметра, потом целый сантиметр, затем полметра, а потом и метр. Внутри дома также будут лишние комнаты и коридоры, которые невозможно увидеть снаружи. Ходить по ним безопасно, и если посмотреть в окно, видно то, что находится снаружи. При этом те, кто стоят на улице, не смогут тебя увидеть. Большинство людей после этого покидают дом, но их зрение меняется навсегда. Отныне они видят мир искаженным в размерах и измерениях. Некоторые решили остаться дольше, и их больше никто не видел. Говорят, они живут в особых частях здания, которые видны только тем, кто провел в доме достаточно долго. Каждые три года в маленьком ресторане в Западной Вирджинии проходят встречи тайного сообщества. Чтобы вступить в него, 21 сентября, ровно в 21.30 ты должен зайти в ресторан American Grill. На тебе должны быть пальто и зеленый галстук. Закажи яичницу с беконом и кофе. Официант скажет, что этого блюда нет в меню. Ответь. Тогда только кофе. Тебе разрешат остаться после закрытия. Навстречу придут мыслители и философы, которые будут говорить на тему бессмертия. Общество называется «Метод Сократа». В начале и в конце собрания члены сообщества поднимают кружки и говорят «Смерть Сократу». По слухам, в первую кружку наливают яд. А в последнее – противоядие. В Средиземноморье есть островок, который не отмечен ни на одной карте. Его невозможно увидеть ни с материка, ни с соседних островов. На этом острове стоит обвисшало от времени и морской воды маяк, который никогда не горит. Внутри нет ничего, кроме ведущей наверх винтовой лестницы и старого пыльного книжного шкафа. На полках стоят безымянные книги в переплетах из старинной кожи. Есть только одно свободное место. Если взять книгу с полки, она сама собой откроется у тебя в руках, и в воздухе зазвучат написанные в ней слова. Ты должен закрыть книгу и поставить обратно на полку, иначе заключенное на его страницах древнее зло вырвется на свободу, и ты займешь его место. Страницы, чернила и переплет будут сделаны из твоих плоти и крови. Впрочем, если ты принесешь на остров нужную книгу и поставишь ее на свободное место, маяк загорится. Пока горит свет, в мире будет царить бесконечный рай, ибо все зло на земле будет заключено внутри маяка. И пока он горит, никто и ничто не сможет ни войти, ни выйти из него. Есть только одна проблема. Ты сам будешь навечно заперт вместе со всем злом, сотворенным богом или людьми. И единственный способ сбежать – это погасить свет. Если проснешься среди ночи, не двигайся. Даже если тебе будет неудобно, желание двигаться вскоре пропадет. Через некоторое время ты будешь бодрствовать, но твое тело будет не в силах шевельнуться. Ты не будешь чувствовать кровать и даже собственное дыхание. В этом состоянии ты заметишь, как ты засыпаешь. Скажи про себя. Приветствую слугу и сторожа. Когда твое тело заснет, тебя посетят два человека, которые очень хорошо тебя знают. Если ты будешь к ним вежлив, они дадут тебе подарок. Это подарок разума, которым нельзя злоупотреблять и о котором нельзя никому рассказывать. Если же ты будешь к ним груб, они дадут тебе то, чего ты никогда не видел, но мгновенно узнаешь. Ты проснешься и забудешь о предмете. Но когда-нибудь ты увидишь его снова. На берегу Тихого океана, на заброшенном пляже в тропиках, стоит большой гладкий камень, который возвышается над самыми высокими волнами. На камне нет ни единой трещины, а его гладкая черная поверхность отражает малейшую вспышку света. Если в полнолуние во время прилива встать на вершину камня, ты увидишь какой-то блеск в океане. Со временем он станет ярче и виднее. Если ты нырнешь в сторону сияющего предмета, не раздастся никакого всплеска и вообще никакого звука. Ты просто исчезнешь в океане. Никто не знает, что случается с пропавшими. Некоторые из них возвращаются, появившись в другом месте на Земле. Эти люди появляются всего через день, но им самим кажется, что прошла целая жизнь. По слухам, каждый Хэллоуин между двумя и четырьмя часами проходит особое время. Ты должен встать перед зеркалом в совершенно темной комнате. Если, когда наступит нужный момент, ты будешь стоять в комнате, сосредоточив взгляд на зеркале, у тебя поползет мороз по коже. Приложи правую руку к зеркалу и прошепчи. Я согласен. Если ты все сделаешь правильно, у тебя перед глазами промелькнет образ бескожего младенца. Он заглянет тебе прямо в душу, и ты услышишь жужжание мух и нервный шепот. Ты не сможешь разобрать образ в зеркале, но тебя охватит невыразимый ужас. Младенец задаст тебе пять вопросов, касающихся событий из твоей жизни. Его голос напоминает скрежет наждачной бумаги и лишен всяких эмоций. За каждый неправильный ответ ты лишишься одного из органов чувств. За каждый правильный ответ ты сможешь назвать имя известного тебе человека. На следующее утро этого человека найдут мертвым, без глаз и без кожи. В каждой Библии Гидеона в гостинице есть семь слов, которых нет ни в одной другой Библии. Если повторить про себя эти семь слов, держась за ручку двери своего номера, за дверью окажется номер любой гостиницы в мире. Но чтобы попасть туда, куда ты хочешь, тебе понадобится ключ Гидеона. Еще одно слово. В каждой копии оно свое, которое служит указателем для каждого номера. На границе штатов Орегон и Вашингтон есть маленький сарай в лесу у края шоссе. Внутри ты увидишь спиральную решетчатую лестницу, которая ведет прямо вниз. Спустившись по ней, ты окажешься на бескрайнем поле, покрытом высокой травой. Нижнюю ступеньку окружает множество костей, и где-то неподалеку слышно движение неизвестных существ. Никто из тех, кто видел их, еще не вернулся, и облик существ остается неизвестным. Если ты стоишь на станции, не пропусти поезд, которого нет в расписании. Если ты зайдешь в поезд, то, как бы вагон не выглядел снаружи, внутри он будет элегантным и старомодным. В вагоне полно пассажиров, одетых в дорогую старомодную одежду. Тебя будут обслуживать официанты и официантки. Когда поезд остановится, ты должен будешь немедленно сойти. Сойдя с поезда, ты окажешься на пустой заброшенной станции. К тебе подойдет человек с часами на цепи и скажет, ты опоздал. Извини за опоздание и скажи, что это случилось из-за поезда. Больше никак не отвечай. Он отдаст тебе свои часы. Просто держа их в руке, ты сможешь попасть на любую железнодорожную станцию. Когда ты туда попадешь, подъедет поезд, который отвезет тебя в любое место или время. Но если ты забудешь завести часы, и они остановятся, больше никогда не садись в этот поезд. В противном случае, ты снова окажешься на заброшенной станции и встретишь человека, который дал тебе часы. Но на этот раз, он уже не будет ни о чем спрашивать. Где-то в Западной Америке есть маленький придорожный мотель. Войдя в него, ты увидишь, что он выглядит совершенно обыденно и даже немного старомодно. Дело в том, что в этом отеле есть номер для каждого. У каждого забронирован номер ровно на то время, когда он туда придет. При этом, сколько бы человек не проживало в мотеле, всегда есть место еще для одного человека. По человеку на номер. Такое правило. Больше ничего об этом месте неизвестно. В сердце скалистых гор есть темный лес, со всех сторон окруженный горами. В середине леса находится озеро, на берегу которого ты найдешь большой черный камень. Если ты заплывешь в середину озера, камень утащит тебя в темноту. Ты вынырнешь из тени на улице пугающего темного города с изогнутыми крышами и зданиями, стоящими на ходулях. Не говори ни с кем из местных жителей, иначе ты застрянешь в этом городе навечно. Здесь живут отвратительные мутанты. Они будут кричать на тебя и бросать злобные взгляды, а их отвратительные женщины будут предлагать тебе неведомые и ужасные страсти. На краю города ты увидишь шоссе. Иди по левой стороне дороги, вытянув большой палец, и тебя подберет человек в черном грузовике. Он повезет тебя обратно. Город исчезнет, и водитель отвезет тебя в любое место на земле, которое ты назовешь, если, конечно, там и есть дорога. Где-то в Англии есть деревня, в которой уже 20 лет никто не живет. Она давно уже исчезла со всех карт, к ней не ведет ни одна дорога. Если тебе удастся ее найти, ты увидишь мирное место с заросшими обветшалыми зданиями. Но где-то в глуби деревни стоит еще работающий торговый автомат. Он сохранил свою прежнюю внешность, и в нем продаются все те же напитки. Чтобы купить напиток, плати только 10-ти пенсовыми монетами. Перед тем, как пить, загляни в банку и узнай, какого цвета напиток. Если он зеленый, пей смело, тогда ты обретешь, и тебе во всем будет сопутствовать удача. Если же он красный, ты заразишься страшной болезнью, от которой каждые 10 лет ты будешь терять по одному. Органу чувств. На четырех станциях метро во всем мире есть четыре разных бомжа. Если ты заговоришь с одним из них, он расскажет тебе о сокровище, которое он нашел еще в 19 веке. Возможно, они просто сумасшедшие бродяги, но все их истории совершенно одинаковы. До единой детали. Различается только место, где они спрятали свое богатство. В пустынной части Вайоминга есть ресторан. К нему не ведет ни одна дорога, и у него нет никакой рекламы. Когда ты войдешь внутрь, тебе покажется, что это место застряло в 50-х. Сядь за столик. Когда подойдет официантка, закажи чизбургеры и пюре. Затем рожеволосая женщина пригласит тебя потанцевать под мелодию из музыкального автомата. Выбери песню, номер которой соответствует твоему возрасту, и танцуй. Когда песня закончится, весь ресторан озарит вспышка света, и на следующее утро ты окажешься у своего дома. Весь остаток года ты будешь обладать даром ясновидения. Но горе тебе, если ты что-то сделаешь неправильно, потому что ты упустишь лучший обед в своей жизни. Малоизвестный факт. Местштатная система автомагистрали Эйзенхаура построена над крупнейшими лэп-линиями. При определенных условиях происходит странное явление. Его первый признак состоит в том, что ты потеряешь прием радио, и все электронные приборы перестанут работать. Обогреватель, в каком бы режиме он не работал, будет только охлаждать воздух. После первой мили езды ты заметишь, что с краю в дороге поднимается туман. Ты не увидишь никаких поворотов, даже там, где они должны быть. Если ты продолжишь ехать, то вскоре увидишь пешехода. Некоторые из них просят, чтобы их подвезли. Ни в коем случае не останавливайся. Если увидишь позади себя свет фары, он будет исходить от катафалка, не дай ему себя обогнать. После тринадцати миль езды явление закончится, и ты будешь в безопасности. Если понравилась история, подпишись на наш второй канал, где тебя ждет еще более насыщенная ужасом феерия истории. Для первой тысячи подписчиков, кстати, проведем совсем скоро розыгрыш, где подарим пароль явки на доступ к секретным озвучкам, прямым эфирам и стримам Диктора, а также особым подаркам от нашей команды. Подпишись прямо сейчас по ссылке в закрепленном комментарии и добро пожаловать в Оргард. Город твоего ужаса.